open house друзья вот такой домик симпатичный тихая улочка в сани вейли такой я бы сказал симпатичный даже домик то что перед тем как мы в дом зайдем значит тут у них такое крылечко переделки существенно на самом деле вот в частности мы видим что потолки подняты здесь не не восемь футов как обычно делают а 9 и 10 хоть подняли потолки и пол хороший и что у нас входа здесь а это вход гараж ну гараж он как был на одну машину так и остался и тут такой ну вот так вот такое святое чтобы трейлер такой гулять гулять на каникулы да интересно лишь они сюда вынесли стиральную сушильную машину это часто бывает там дальше вот вы видите отопительная отопительная система вот она ведь по трубам идет вода горячая хорошо пошли дальше так вот мы пришли и тут миленько очень миленько так ощущение что люди здесь живут как ни странно или даже не знаю смешанное такое ощущение что это не вполне не вполне стейджинг а все-таки люди здесь живут значит зашли мы вот тут спальня так спальня живут конечно живут тут люди так вот отремонтированным вот этом хозяйстве здесь мило здесь очень мило так туалет так современно обратите внимание очень современно автоматически включилась ведь как когда я зашел сенсорная такая система вот у нас тут вот так сделано ванная душ в этом доме три спальни два туалета где-то 130 квадратных метров ничего себе кроватка да очень интересно прямо всю спальню знаю хотят они за него миллион семьсот вот так ну что же интересно 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 давайте здесь посмотрим такое открытое пространство так участок чуть меньше пятисоток чуть чуть меньше так кухня новая она можно сказать новая под старую да это реки я так понимаю да это айки ну айланд островок значит тут у нас для бутылочка холодильник для вина это хорошо вина это хорошо так что у нас еще осталось так цвет что-то осталось еще так давай я выйду на улицу да посмотрю он не такой большой этот дом да а ей так хорошо ходит дверь прямо уплыла я ее тихонько потянул ушла в сторону да вот мы вышли на улицу это кондиционер будет давайте мы попробуем отсюда посмотреть вот крылечко там вход стены это новая штукатурка надо сказать что при той работе которая про проделана и при тех расходах которые проделаны конечно в общем-то цена такая вполне я бы сказал божеская я думаю что они рассчитывают на множественные предложения multiple offers как у нас говорят вот и они про я думаю они рассчитывают продать ее подороже мое такое вот личное впечатление но у нас светлана лучше разбираются на всяком случае вот так надо сказать что вот тут едешь когда по городу тут на каждом перекрестке там по два open house я говорил пару дней назад какое-то сумасшествие происходит вдруг за последние две-три недели что-то сорвалось и прям понеслось но это не тот случай это не то что люди сходу продают эта вещь сделана хотя они живут в доме они не съехали то есть может быть они думали пожить потом продать и решили продать как-то неожиданно для себя резко не могу сказать а вот рядом значит у них еще одна спаленка это же такая кровать интересно вот мы только что здесь были до по дворике мы были не исключено что они просто пристроили на самом деле то есть она как бы не такое ощущение что выходит за линию дома как он раньше был может быть нет может быть нет уже дом в принципе небольшой там 130 квадратных метров это в общем-то не не гигантский дом совсем даже не гигантский вот так люди живут это не так живут сейчас мы еще славу поспрашиваем я спросил риэлтора я говорю а что случилось что за сумасшествие почему так много недвижимости сейчас на селе обратите внимание сколько тут такая вещь вот и он говорит ты знаешь что это действительно на 30 процентов больше чем вы скажем там в прошлом году но все равно существенно меньше чем было три года назад то есть в это же время три года назад было больше поэтому оживление явно присутствует но какого-то тотального такого сейла что люди все бросились там и так далее ведь я не могу сказать что вот что-то такое произошло перестройка была сделана произведена в четырнадцатом году то есть четыре года назад люди для себя сделали дом они в нем жили вот чего-то они решили его продать но во всяком случае это не была перестройка на продажу этого не было вы видите сразу табличку тут написано у звонка ноуса листинг это значит что не нельзя да не лезьте к нам с вашими там продажами баптизмами там еще чего-то вот как бы они не хотят чтобы к ним обращались вот эта табличка ноуса листинг она практически всюду можно видеть и она продается в больших так сказать в большом разнообразии можно заказать на интернете купить в магазине это одна из самых распространенных табличек в соединенных штатах сельско что ты можешь сказать давай в тени скажи здесь хорошо но они постарались сделать по минимуму они достроили новую спальню вот у них очень маленький поэтому они не мои не сильно расстроена строится да вот единственное наверно крыльчика вынесли сюда есть такое понятие как линия за который ты не можешь выходить относительно соседей но вот дом дом у них в линии обрати внимание дом в линии а крыльчика им разрешили да и конечно они перестроили все сначала потому что вот соседний дом как раз на фут ниже да они сделали 9 футов потолки что очень смешно так в маленьком доме не сюда поставили большие 8-футовые двери даже 3 сюда двери и имеется приобретать но диспропорция немножко между размером комнаты высотой двери должно быть более-менее пропорционально на мой личный вкус то как они перестроили я не люблю как-то с улицы вваливаешься сразу в ливенгрум то есть вот люди сидят смотрят телевизор и открывается дверь и вваливаются прям те же самые солисты любишь какой-то прихожую я люблю чтобы так как-то это было изолировано больше провести было и все шутки миллером где-то было сзади дома и кухня здесь сзади но ты считаешь они за эти деньги продадут и вот как есть или подороже уйдет я думаю не идет дороже сейчас на рынке полно всего а просто потому что сейчас я думаю что мы ожидаем падение цен такой серьезная потому что действительно много инвентурий на рынке и мы смотрим разные когда вот людям есть еще выборник не спешит долгать такие деньги я кстати его спросил вот вы чего так много высыпало и он сказал но это не только что не был бы тонн это и в санузе как отсюда все это все но но светик он при этом сказал что хотя там больше на 30 процентов чем было год назад но тем не менее меньше чем было три года назад мы не знаем дело в том что сейчас что начнется вот точно так же как рынок сток маркета рушится того что гринспен говорит маркет перегрет и все падает вы точно так же когда люди прочукали игроку надо продавать вот уже сейчас самый пик и как только они высыпаются на рынок но видно что они его продают как бы на живое то есть они они в нем живут они никуда они в нем живут играть того знаешь что все-таки четыре года они живут у них очень дешевые красивые но самые дешевые ламинированные полы которые всюду уже вырывались из полы тут нужно менять во всем доме ванной ничего так она ничего но еще раз точки зрения тренировки они сделали с этим можно поспорить это их личное дело а вот с точки зрения того что самый парадный вид с улицы заваливается у них крыльчика это как бы некрасиво ты сам это первое впечатление о доме ты еще не зашел туда уже видишь там заваливается это можно было хорошо спасибо